Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. По армянскому календарю начинается период Великого Поста. Онлайн-пресс-конференция научного центра Качар состоится 20 февраля 2022 года. Если Азербайджан начнет уничтожать протоколы, мы имеем полное право обратиться в Совет Безопасности ООН, специалист по памятникам. Отношения с Арменией имеют прочную основу министра иностранных дел Аргентины. Давид Бабаян, мы никогда не отдадим нашу землю. Последний кузнец Тигранакерта, ремни которой носят западноармянские женщины. Согласно священной традиции, армянский Великий Пост начинается в праздник Терендезы продолжается 36 дней. Завершается в Пасху, в день солнца месяца Арек, 21 марта. По священной традиции, пост – это жесткое ограничение в виде. По крайней мере, во время Великого Поста мы стараемся отказаться от животной пищи. Последние пять дней Великого Поста являются дополнительными днями для очень духовных людей. Статья полностью доступна на нашем сайте. 20 февраля 2022 года в 17.00 на странице Facebook научного центра Качар состоится онлайн пресс-конференция на тему о некоторых особенностях применения научных результатов для решения современных задач, посвященные 16-летию научного центра. После вступительного выступления президента-основателя научного центра Качар доцента Магера Арутюняна вы можете задать вопросы спикеру в режиме онлайн или получить ответы на заранее отправленные вопросы. Присоединиться к пресс-конференции можно по ссылке на нашем официальном сайте. Азербайджан хочет уничтожить надписи армянских памятников на оккупированных территориях. Об этом заявил заместитель директора фонда изучения армянской архитектуры Рафик Уртошьян. Ссылаясь на заявлением министра культуры Азербайджана Анара Керимова о том, что создана рабочая группа по албанизации армянских памятников. Рафик Уртошьян отметил, что у них есть перечень всех армянских памятников и церквей в Арцахе. По его словам, если азербайджанская рабочая группа начнет работу и у нас будут факты, то армянская сторона может предпринять более активные действия. Совет безопасности ООН обязан принимать решения по невыполненным решениям Гаагского трибунала. В случае необходимости мы должны обратиться в Совет безопасности ООН, сказал он. Аргентина входит в список как минимум 10 ведущих стран с наибольшим инвестиционным потоком в Армению. Исходя из существующего потенциала в обеих экономиках, есть разумное ожидание, что можно увеличить объем торговли. Об этом сообщил министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Андреас Кофьеро. В этом году Армения и Аргентина отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Аргентина положительно оценивает двусторонние отношения с Арменией, основанные на дружбе между народами. В этом контексте политический диалог развивается гармонично при наличии стремления к постоянному углублению связи и поиску новых направлений сотрудничества. Есть два условия для возвращения азербайджанских беженцев в Арцах. Об этом сообщил министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян. По его словам, в первую очередь должны быть решены все политические вопросы. Это признание Арцаха прежде всего Азербайджаном. Во-вторых, армянские беженцы также должны иметь возможность вернуться в Баку и другие города Азербайджана, откуда они были насильственно депортированы. Отвечая на вопрос о возможности деоккупации Шуши и Гадруда, министр отметил, что этот вопрос всегда стоит на повестке дня. «Мы верим, что рано или поздно это произойдет, но мы должны работать. Могу сказать одно, мы никогда не отдадим свою землю», – подчеркнул Давид Бабаян. Жертвами геноцида 1915 года на территории Западной Армении стали 1,5 млн армян. А часть чудом уцелевших армян по распоряжению правительства была сослана в разные регионы. Последние армяне, жившие в Тигранакерте, уехали в 1975 году после землетрясения. Армянские мастера, также имевшие известность в кузнечном деле, многих обучили этой профессии. Один из них – мастер по имени Азиз Сапан. Однако сегодня кузнечное дело не пользуется спросом в оккупированной Западной Армении. По словам Сапана, это считается тяжелой нерентабельной работой. Кроме того, увеличилась стоимость аренды площади, что негативно сказывается на население страны. Гамлет Авсипян, коллекционер уникальных произведений армянского прикладного искусства, опубликовал видео на своей странице в Facebook и написал. Пояса, которые носили армянские женщины в начале XVIII и XX веков. Женщины Западной Армении носили пояса из разных материалов, что также подчеркивало их социальное положение. Например, в Аспураканской губернии в основном были распространены серебряные и золотые пояса. Короли и другие высокопоставленные лица носили роскошные пояса с бриллиантами. Поясам приписывали магические свойства их использовали как оберег. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!